Здравствуйте! В прямом эфире новости. В студии Илья Райшев. Коротко о главных окруженных событиях к этому часу. Губернатор Югры Наталья Комрова прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Свою позицию глава региона озвучила сегодня на очередном заседании окруженного правительства. В частности, губернатор отметила стратегические задачи, которые поставил президент. Это ускорение обновления социальной инфраструктуры, объектов культуры и спорта, расселение аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий, социальная поддержка граждан и другие. Наталья Комрова поручила правительству региона разработать новые инициативы и проекты для того, чтобы выполнить все задачи, которые ставит перед регионами президент. Принимаем решение на опережение системно с главным приоритетом развития экономики, повышения качества жизни югорчан. Помня об участниках специальной военной операции и членах их семей. Поручаю, прошу отметить в протоколе ответственный аппарат губернатора всем руководителям отраслевым подготовить предложение в план мероприятия по реализации послания президента Российской Федерации. Наталья Комарова поручила реализовать по всей Югре проекты по оказанию психологической помощи семьям военнослужащих. Об этом стало известно в ходе прямой линии с губернатором. Так, первопроходцем стал Нефтьюганск. Там действует группа помощи, круг поддержки. Цель проекта объединить членов семей мобилизованных югорчан. Отмечу, что на встречи с ними приходят профессиональные психологи и проводят консультации. Кроме того, как заявили организаторы проекта, сами жены военнослужащих объединились, дружились вместе с детьми, посещают культурные и оздоровительные мероприятия, обмениваются опытом и поддерживают друг друга. Опыт Нефтьюганска и других специалистов, других эффектов реализации других проектов, пожалуйста, соберите на единых, для каждого муниципалитета, пространствах, где не один проект, а по полному кругу, все должно быть на этом одном пространстве для людей. К другим темам в России продолжается масленичная неделя. Праздник неразрывно ассоциируется у нас с главным угощением масленицы – блинами. Однако не все знают, что ими положено лакомиться два дня, во вторник и в среду. Михаил Святышев отправился к профессионалам, которые специализируются на приготовлении этого блюда и попытался узнать секрет его приготовления. Блины – это не просто традиция, это отдельное блюдо. Причем отличаются они по начинке, а вот основа у всех одинаковая. Это своеобразный жареный хлеб. То есть рецепт прост. Мука, молоко, яйцо, сахар и добавляют соду. Масло уже разогрелось. Сперва нальем тесто и закручиваем все эти предметы. То есть вот это раскручивание дает как раз тот самый тоненький блин с дырочками, да? Да, да. Ты делаешь блины сразу с начинкой, да? Да. Это начинка с пленок по-домашнему. Изготовлено филе в семейтанном соусе. Могу сказать, что блины получились отличные. Я все-таки узнал рецепт приготовления. Оказывается, это зависит от пропорции ингредиентов. И у каждой хозяйки эта пропорция своя зависит от погоды, настроения. И, наверное, от того гостя, которого собирается угощать хозяйка. Сургутяне встревожены. Городская полиция проводит проверку после сообщений о подозрительном незнакомце. По домовым чатам разлетелась информация о том, что неизвестный человек стучится в квартиры, когда родители не дома, и убеждает детей открыть дверь. Пользователи соцсетей описали как минимум два таких случая в разных частях города. Очевидцы даже смогли описать его. По их словам, незнакомец был одет в черную куртку с капюшоном. Подано заявление в полицию. 17 февраля днем в дежурную часть поступило сообщение о том, что в доме номер 13 по улице Усольцева неизвестный мужчина стучится в квартиры. В настоящее время по данному факту сотрудниками УВД России по городу Сургуту в рамках действующего законодательства проводится проверка. Заболеваемость с кишечными инфекциями в Югре на 75% превысила показатели прошлого года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Сейчас это почти 40 человек на 100 тысяч населения. Речь идет прежде всего о норовирусной, ротовирусной и аденовирусной инфекциях. Самое большое повышение в Хантамансийске больше, чем в два раза. На втором и третьем месте Хантамансийский район и Сургут. Здесь заболеваемость кишечными инфекциями незначительно ниже. Недуг может сопровождаться повышением температуры и рвотой. Врачи призывают у горчан не вводить детей с признаками заболевания в общественные места. По мнению медиков, в этом году нетипична продолжительность повышения заболеваемости кишечными инфекциями полтора месяца. Сейчас немножко ситуация такая, что норовируса стало побольше, чем, например, ротовируса. Ротовирус сейчас единичный случай. Норовирус у нас, к сожалению, себя проявляет уже в течение полутора месяцев. Болеют разные возраста. Это и школьники, и дошкольные, и родители, то есть взрослое население. Но, с одной стороны, это достаточно благоприятная кишечная инфекция, которая легко протекает. Жители Горноправдинска и Хантамасийского района смогут чувствовать себя в большей безопасности. Ростелеком установил там систему видеонаблюдения. В общем, около 50 камер. Сигнал с них передается на мониторы диспетчеров единой дежурной службы в режиме реального времени. Кроме того, с помощью камер администрация может отслеживать уборку улиц, вывоз снега и мусора, контролировать подрядчиков во время строительных работ. В режиме 24 на 7 идет мониторинг автомобильных потоков и передвижение транзитного транспорта. Динамику развития за минувший год показал Сургутский район. Новостями поделился глава муниципалитета Андрей Трубецкой во время отчета о работе муниципалитета. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, многие показатели оказались рекордными. Все подробности в репортаже наших корреспондентов. Традиционный отчет главы Сургутского района перед местными депутатами в этом году состоял из почти 70 позиций. И в целом носил позитивный характер, несмотря на некоторые сложности в экономике страны, вызванные западными санкциями. Отчетный год был очень непростым. Это факт. Каждый объект строительства и благоустройства требовал повышенного внимания и участия. Не было, пожалуй, ни одной сметы, которая бы не потребовала корректировки или пересмотра. Тем не менее, практически все, что было запланировано, выполнено. Можно с уверенностью, как бы это пафосно ни звучало, сказать, что 2022 год стал очередным годом развития для Сургутского района. Слова главы подтверждают факты. По концессии в районе были открыты две школы на 1100 мест в Нижнесартымском и Солнечном. В районе появились два новых многофункциональных культурно-спортивных объекта. А в Барсово, Лямино и Сытомина заработали новые молодежные центры. Ударными темпами стал решаться самый насущный и больной вопрос. Расселение аварийного, а теперь еще и фенольного жилья. Общий размер средств, направленных на улучшение жилищных условий за отчетный год, составил 1,9 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше показателя прошлого года. Приобретено 564 квартиры. Не забывают власти района и о создании комфортной городской среды. В прошлом году было реализовано шесть крупных проектов благоустройства. Такой полноценный, емкий доклад. Андрей Александрович показал, что именно здесь работает команда специалистов, команда людей, которые возглавая глава администрации, которые болеют за поселение, болеют за людей. Отдельно Андрей Трубецкой поблагодарил администрации и глав поселения, а также депутатский корпус муниципалитета. Дума, в свою очередь, высоко оценила работу Андрея Трубецкого и его команды. И единогласно приняли отчет главы. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Рейшев. Всего доброго. С 23 по 26 февраля в Пойковском. Демисезонная ярмарка финских курток, пуховиков, ветровок и фабричной кожаной обуви. Скидки до 70%. Гостиница «Астория». 7 микрорайон 89а. Как в холодный сезон оставаться в тепле и не думать про переохлаждение и простуду? Ответ один. Правильно одеваться. Сделать это вы сможете с 23 по 26 февраля включительно на распродаже одежды и обуви из Финляндии. Ярмарка приехала всего на 4 дня в Пойковский. На данной ярмарке предоставлен огромный сантимент обуви верхней финской одежды. Легендарные аляски, парки, дубленки, пуховики финских производителей. Плюс огромный сантимент обуви для проблемных стандартных ног. Только качественные материалы и только низкие цены. Такой девиз финской ярмарки. Плащи, куртки и пуховики. Все из натуральной кожи. Теплые дубленки, одежда из меха чернобурки. Заграничное качество по демократичным ценам. Такие женские пуховики из натуральной телячьей кожи. То есть это лайк-выделка. Самая премиальная, самая тонкая, прочная в мире. Также окантовка здесь из чернобурки. Изнутри наполнитель верлюжья шерсть с тонким слоем холофайбера. То есть двойной наполнитель выдерживает температуру от минус 10 до минус 45. В богатом ассортименте обувь финского производства. Дубленки, ветровки, плащи и даже легендарные скандинавские аляски. При этом с большими скидками. Конечно, финские товары давным-давно, даже в советское время, пользовались спросом. И спрос этот обеспечивался тем, что качественное все. Приобрести себе любую вещь можно по выгодным ценам. Об этом сразу же на входе сообщают продавцы-консультанты. Улыбчивые менеджеры с радостью продемонстрируют товар и расскажут о том, какие преимущества получит покупатель, если приобретет данный товар. Продукция европейская, а значит, все вещи качественные и долго прослужат своему владельцу. Приходите на ярмарку с 23 по 26 февраля, включительно в Пойковском. Ждем вас в гостинице «Астория». Продолжение следует...